С церемонии возложения цветов начнется утро 18 мая. Почтят память жертв депортации народов Крыма у памятника возрождения в Кипу имени Физия Кубова, а также у мемориала в сквере на ЖД и у границ Ботанического сада КФУ имени Вернадского. С 9 до 12 на телеканале Милет будет проходить марафон с прямыми включениями наших корреспондентов. Сразу же после него в прямом эфире телеканала Милет и радио Ватан Сидасы будет транслироваться поминальный молебен из центральной мечети Симферополя Киберджами. 18 мая во всех храмах Крыма пройдут молебны в памяти жертв депортации, насильственного переселения из Крыма. Наш долг перед тем поколением это вспомнить их в молитвах, помолиться за их душу, попросить Всевышнего о милости и конечно же попросить Всевышнего о том, чтобы больше никто не испытал это горе. Но всегда запомнить трагические дни депортации. Такая цель у акции «Зажги огонь в своем сердце». В этом году она пройдет в режиме онлайн из-за пандемии. Участвовать может каждый. 18 мая в 21.00 нужно будет зажечь свечу на подоконнике. После сделать фото и скинуть в социальные сети с хэштегами. 18 мая «Зажги огонь в своем сердце» вместе мы сила. В этот день мы вспоминаем жертвы депортации. Мы чтим тех людей, которые сумели выжить и сохранить свою нацию, свою культуру. Для нас это действительно памятный день. Крымско-татарский музей культурно-исторического наследия проведет виртуальную выставку. Она будет транслироваться в режиме онлайн на страницах учреждения в социальных сетях. На этой выставке будут представлены тематические стенды, фотодокументальный материал, редкие уникальные фотографии и работы наших художников Чурлу, Вилюлаева, Тимир Каяева, Ирфана Нафиева и Светхалила Осванова, которые в своих полотнах выразили острую боль и тоску по родине. Также в экспозиции представят личные вещи и воспоминания очевидцев 18 мая 1944 года. Эта дата навсегда останется в сердцах нашего народа. Уже 76 лет прошло с того периода времени. Мы должны этот однозначный вопрос в виде книг, в виде публикаций, в виде рассказов передавать нашим потомкам, потому что память о тех жертвах не должна умереть никогда. Мы знаем, что с Крыма были депортированы и армяне, греки, болгары, немцы и другие народы, итальянцы в разные периоды. Но все это происходило в отрезок времени, там, 42-46 года. Давайте почтим память вместе.